Самарская команда по рыгби играет в чемпионате страны высшей лиги второй сезон. И второй сезон показывает стабильный результат. Останавливается в одном шаге от пьедестала почета. В этом году сборная 63 региона снова заняла четвертое место. Причина одна, считают тренеры и спортсмены. Им приходится играть против профессионалов, которые получают зарплату за игру. Они любители. Выходят на поле бесплатно и тренируются меньше соперников. Доигрываем третьи этапы. На этом наш сезон закончится. Мы пойдем на небольшой перерыв. Надеемся, что с ноября месяца, когда мы придем к новому тренировочному этапу, будем готовиться к этим же самым соревнованиям, но уже в качестве полупрофессиональной команды для начала. На это очень надеемся. На третий заключительный этап чемпионата страны по рыгби 7 в Самару приехали 10 команд. В том числе действующий обладатель золотых медалей Нарвская застава из Санкт-Петербурга. И лидеры турнира, столичные ЦСКА и дублеры Казанской стрелы. Питерцы в матче за пятое место на этапе проиграли со счетом 29-19 сборной Самарской области. Это крепкий середнячок, поскольку у команды большой потенциал. Надо просто ее развивать и помогать. Поэтому у команды есть будущее. Надо просто складывать силы и будет успех. Первая команда по рыгби появилась в Самаре, тогда еще Куйбышеве, полвека назад. А вообще этому виду спорта почти 200 лет. Рэгби 7 придумали в Шотландии. В команде 7 человек. Матч состоит из двух таймов по 7 минут. Задача игроков занести мяч за лицевую линию поля, а потом забить его в ворота. По уровню зрелищности, динамичности, а самое главное по уровню интеллекта, рэгби 7, конечно, отличается от многих других видов спорта. И на территории Самарской области уже почти 10 лет в спортивной школе Олимпийского резерва номер один есть отделение рэгби, которое уже дает хорошие результаты. Ну, например, в этом году наши ребята, самарские ребята, стали обладателями Кубка страны. Матч за первое место заключительного этапа чемпионата страны между ЦСКА Москва и Стрелой Казань превратился в финальный поединок всего турнира. Борьба получилась бескомпромиссной. Первый тайм уверенно выиграли Стрелки 12-5, но уступили во второй половине встречи. 17-12 итоговый счет. Чемпионом третьего этапа и абсолютным чемпионом высшей лиги впервые стал московский ЦСКА. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.